Как должна выглядеть северная сторона города? На градостроительном совете в правительстве Севастополя обсудили проект планировки и межевания территории в районе площади Захарова. По словам участников встречи, задача поставлена не из легких. Много проблем в системе транспортного сообщения на участке, не хватает элементов благоустройства. Техническое задание составили еще в прошлом году. На его основании в правительстве Севастополя провели конкурс. Победителем оказалась компания из Краснодарского края. Доклад по межеванию планировали рассмотреть еще на прошлом заседании. Но тогда работа не соответствовала техническому заданию. В этот раз исполнитель представил на заседании три плана развития территории. Основная цель наша была создать район, благоприятный для проживания. И с точки зрения тех людей, которые там проживают, такой комплекс благоустройства и обслуживания в современном уровне. И второе, очень важный вопрос, это решить транспортные проблемы, так как здесь находятся, в принципе, транспортные, то есть пересадочные транспортные узлы, которые являются общегородского значения. Каждый из трех проектов подразумевает создание в районе площади Захарова школы и детского сада, а также реорганизацию транспортного движения. Основная разница между вариантами заключается в способах расширения жилплощади. В некоторых случаях новые квадратные метры планируют получать за счет сноса полувековых многоквартирных домов. Здесь предусматривается постепенная замена существующего жилого фонда, будем говорить, практически на их же фундаментах, на здания повышенной этажности, начиная от четырех до пяти семиэтажных и девятиэтажных домов. Но представленный план не удовлетворил комиссию градостроительного совета. Многие значимые вопросы так и не нашли отражения в докладе, а доказать целесообразность сноса 92 многоквартирных домов выступающим так и не удалось. Проект отправили на доработку. Продолжение следует...